Зараз до нашего специального эфира доеднуется Игаль Левин, військовый аналитик, автор военной рубрики журналу «Фокус». Игаль, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Да, приветствую. Знаете, вот как раз хочу поговорить с вами про F-16. Увидели новость о том, что, ну, якобы, администрация Джо Байдена дала понять европейским союзникам, что разрешат поставать, передавать, простите, Украине американские истребители. Мы давно об этом говорим, давно говорим о том, что когда это произойдет, почему это задерживается, как долго, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы подготовиться. Но тут вот вопрос. Почему-то в общественном мнении, да, сложилось впечатление, что, ну, вот как только Украина получает F-16, России хана. Так ли это? Можно ли оценить эффект F-16 на российскую армию? Зависит от количества. Там было озвучено, по-моему, это то ли Кулеба, то ли его заместитель, заместитель, по-моему, сказал, что 50 самолетов ожидают в конечном итоге от коалиции по F-16. 50 самолетов, несколько эскадрильей, это реальный аргумент. То есть, вот, справедливо говорят военные обозреватели всевозможные, да и просто военные, что не нужно делать F-16 чудо-оружие, решать все пехота, нужны минометы, нужны стрелковые оружия, нужны снаряды. И это все верно, это все правильно. Но это всегда речь идет, ну, скажем, о одной эскадрилье, там, 10 или 14 самолетов. Но если у вас 50 и F-16, и к ним если могло трубу и припасов, это геймченджер. То есть, это серьезный, как бы, вот у нас аргумент, очень-очень серьезный. Поэтому, ну, то, что F-16 будет понятно, это дело, что вопрос, как бы, времени, то есть, он будет, то есть, все это сейчас, все эти телодвижения, которые до нас долетают эхом до СМИ, понятное дело, что это только, как бы, эхо. Вот, это не вся картина, вся картина намного более, естественно, шире, обширнее, вот, серьезнее. Но если речь все-таки идет о этих 50, как заместитель Кулеба говорил, да, это прямо, это очень круто, это очень мощно. Я, знаете, что хотел спросить? Ну, мы помним, конечно, о том, что постоянно в состоянии войны со своими соседями находится Израиль. И тоже помним, что, обретя независимость, у Израиля были, ну, разумеется, большие проблемы с вооружением. А как исторически Израиль решал проблемы с авиацией непосредственно? Слушайте, это сплошной, как бы, сплошной цирк и кошмар вспоминать. В Израиле это как кошмарный солнце вспоминают. Но когда Израиль только образовался, у него не было самолетов, кроме буквально там Пайпер были, самолеты гражданские, с которых сбрасывали, там, подростки в них летали. Ну, Израиль тогда еще не был признан государством и не подписал еще никакие конвенции. И там, в частности, несовершеннолетние воевали в войне за независимость Израиля. В самом Израиле это известно, признано, как в музее. Так вот, подростки на этих самолетах летали, сбрасывали гранаты ручные, как в Первую мировую войну. Первый реально боевой самолет тогда разрешила продать Чехословакию. По указке Советского Союза, конечно же, без его указки они на это не решились. Это были немецкие мистер-шмидты, ну, модификация чехословацкая, там, самолет С. Ну, фактически мистер-шмидт немецкий, тот самый именно. И это были первые самолеты, которые Израиль получил. Они были ужасные по качеству, они были хуже, чем оригинальные мистер-шмидты, там, клинили у них пушки и так далее. Но это были первые настоящие боевые полноценные самолеты, которые можно было подвесить, в том числе и бомбы, использовать их как штурмовики. На безрыбье и как бы мистер-шмидт рыба. Поэтому это были самые первые. Потом Израиль пытался купить серьезную современную авиацию, реактивную. Но американцы наложили эмбарго. Американцы, которые помогают, спасают Украину и передают огромные пакеты помощи, многомиллиардные, наложили не то, что продавать, а вообще эмбарго наложили. Израиль хотел купить самолеты, но Америка сказала, нет, ни в коем случае. Ни одна пуля, ни один патрон не отправится в Израиль. Другие страны тоже боялись, не хотели. Англия не хотела продавать. В конце только Франция согласилась продать. И самолеты Дасо, это у нас Мираж, ну это, допустим, Ватур самолет. Это были первые реактивные самолеты, которые стали основой именно реактивных, серьезных воздушных сил Израиля. Ну а потом уже во второй половине 60-х годов, наконец-то, американцы разрешили продавать оружие. Ничего бесплатно не передавали. И Израиль закупал уже Скайхоки и Фантомы. Но, естественно, за полновесную сумму, то есть полностью сколько они стоили, это миллионы долларов за одну машину. То есть один Фантом стоил 2 или 3 миллиона долларов примерно. Но не бесплатно, конечно же. Но до конца 60-х Израиль был на французских самолетах. Плюс в 66-м году Франция тоже, или в 67-м, Франция отказалась продавать Израилю самолеты дальше. Израиль обратной инженерии украл разработки там этого Миража, новой модификации, и создал свою модификацию израильскую, которая называлась Нэшер. Фактически это был тот же Мираж, только там поставили другой радар. Кстати, более простой, более примитивный, чем у французов. Более мощные двигатели. Тем самым его энергооснащенность, или как это называется, в авионике, я не силен в терминах на русском языке, но, короче говоря, у него лучшая тяга вооруженности. Тяга вооруженности у него стала лучше. Но приходилось с такими мерами. Обратная инженерия, какие-то кульбиты, переделки. Свои самолеты в том числе. Потом Израиль уже создал свой самолет Кфир. Кфир — это львенок переводится, молодой лев. Который как бы основывался на Миражах, но там уже полностью планер переделали, добавили ему предкрылки передние, двигатель поставили очень мощный, большой. Другую авионику абсолютно там поставили. И даже там продавали эти самолеты. То есть не только для себя создали, продавали в Аргентину, например. Слушайте, ну вот да, то, что вы рассказываете о том, что израильские подростки сбрасывали ручные гранаты с этих первых самолетов, которые были у Израиля, это, конечно, напоминает ситуацию то, что сейчас происходит с дронами. Мы дроны используем для этого. Но мы понимаем, сколько времени с тех пор прошло. Но если уже говорить про авиацию, ну вот продолжать этот разговор, то появилась новость опять СНН. Ну вот это их источники сообщают, что якобы вооруженные силы Украины с помощью патриотов в течение последних недель сбили по меньшей мере один российский истребитель. Вот мне это интересно, что значит по меньшей мере. Но тем не менее. Вот есть некий один российский истребитель, который сбили патриотами. А вот как вы поняли эту новость? В том смысле, что это означает, что российский истребитель как-то слишком близко подлетел к тому месту, где патриот находится? Ну потому что официально у нас их сколько? Два. И очевидно, что они защищают какие-то там большие украинские города, наверное, в том числе и Киев, можем утверждать. Как вы понимаете эту новость? Ну как два? Два, например, это комплексы. То есть, в общем, пусковых установок несколько можно разнести. Но даже если мы рассматриваем это в плане компактного размещения. 150 километров, два патриота, 300 километров. Ну у нас южный фронт, это 400 километров. Ну вы почти можете весь фронт перекрыть южный. Только двумя. Опять же, это не единичная установка. Многие почему-то думают, что патриот это одна машина. Нет. Ну вот вы перекрываете весь южный фронт. И никто же не говорит, где они. Ну вы думаете, что они в Киеве, кто-то думает, что они в Харькове. Пусть думают, что они на южном фронте. Очень хорошо. Пусть враг думает, что они всюду. Они Львов закрывают, и Херсон, и Киев, и так далее, и так далее. Кстати, формулировка, по меньшей мере, один самолет. Такая военная формулировка. У нас в армии любили так писать в документах. Знаете, там по меньшей мере один. Ну а может быть пять, а может быть десять. Округлили просто. Но один, ну по меньшей мере. А сколько там на самом деле два, три, четыре, пять. Это как бы уже технические детали для специалистов. Да-да, понятно, конечно. Более того, мы можем вспомнить, что Коношенков, вот этот спикер российского Минобороны, он же сообщил, что вообще-то шесть установок патриотов они уже уничтожили. Так что одни только хорошие новости для российских оккупантов. Опять же, мы вот, если говорить об Ахмуте, да, мы в последнее время получаем, ну, очень хорошие новости с этого направления. Помним, что это по-прежнему, наверное, одна из самых горячих точек украинского фронта, и что там ничего легкого нет, ничего, как это сказать, не опасного, скажем так, не может быть. Тем не менее, вот снова, да, появилась новость от третьей отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении об определенных успехах. Мне кажется, что большая часть нашей аудитории не понимает, а вот почему мы получаем именно от штурмовой бригады вот такие хорошие новости? Как работает штурмовая бригада, как это объяснить? Как работает? Двигаются вперед, наступают. Смотрите, там же просто работа идет как? Не просто тяни толкаем, а конкретно борьба за высоты. Вся история с Бахмутом, это как бы важность там, это высоты, которые есть, обеспечит вам выгодное положение на поле боя. Как раз сейчас продвижение идет по флангам вокруг города с освобождением этих километров, про которые сообщаются, и занятием высот. Ну, там, часть высот Украина сохранила за собой, оккупант так и не смог их взять. Вот это, кстати, постоянные штурмы и бои, которые публиковались там, волками да Винчи, и не только там, под Хромовым. Это же как бы не за саму как бы трассу, где вот Хромова, а это там продвижение на высоту, где Часов Яр. Вот, и с потерей этой высоты там обваливалась вся архитектура. Обороны Украины, ну, у них это не получилось, они не смогли, вот, и они откинуты, отбросили их оттуда. И сейчас по северному и южному флангу, вот, их режут и двигаются вперед. Как раз где-то находятся эти вот высоты, которые дают вам преимущество, вот, в плане введения боевых действий там. Я понял. Ну, то есть, опять же, для того, чтобы объяснить нашим слушателям и зрителям, да, мы понимаем, что сам по себе Бахмут находится в такой низине. Соответственно, те, кто занимают эти высоты, ну, они полностью контролируют город. Да-да, именно так. Ясно. Ну, вот тут еще интересная новость, которая появилась, если я не ошибаюсь, пару дней назад. Речь идет о том, что на июльском саммите НАТО, в Вильнюсе он будет проходить, должны утвердить государства-члены Альянса некие секретные военные планы по поводу того, чтобы сдерживать или отвечать на возможное нападение со стороны России. Вот, комментируют таким образом, что ничего подобного не было со времен Холодной войны. А как вы считаете, а может ли быть Украина частью этих планов? Опять же, стоит напомнить, да, что, ну, не являемся мы пока что страной-членом НАТО. Да, вполне. Я могу сказать не про НАТО, я могу сказать про УКУС, второй альянс, который образовался, вот, у нас Великобритания, Австралия и США. Там не прописано, что это для задерживания Китая, но очевидно, с кем они собираются воевать, для чего Австралия там. Вот, это очевидно, что это как бы для задерживания Китая. Так вот, три члена этого альянса, но много есть союзников-попутчиков, в том числе даже НАТО рассматривается как такой задний двор УКУС, грубо говоря. Если мы смотрим на всю архитектуру... Дайте, у нас проблема зі зв'язком виникла. Нагадаю, говоримо з Ігелем Левіном, офіцером армії оборони Ізраїлю, військовим аналітиком, редактором военної рубрики журналу «Фокус». Наразі будем сподіватися, що зможемо відновити зв'язок. Ми зупинилися на тому, що з'явилася новина саме про те, що на Вільнюському самміті НАТО, який має відбутися у липні цього року, що там може бути затверджені такі секретні плани щодо стримування Росії та можливої відповіді на напад з боку Російської Федерації. Ну і от, звичайно, ми обговорюємо те, чи може бути Україна частиною цих планів. Тут ще треба згадати саме про те, що заявив Генрі Кісінджер, так, людина, яка дуже довго відповідала за зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Він говорив про те, що тепер він перевзувся і вважає, що Україна має вступити в НАТО. Кажуть мені вже Іголь з'явився з нами на зв'язку. Слышите ли ви нас зараз? Да, да, да. У нас перебувала св'язь якраз в той момент, коли ви говорили об альянсі, який має здержувати Китай, і що це означає? Да, да, да. Ну, так вот Аукус, который там формально, ну, то есть член альянс, это у нас Австралия, Великобритания, США, но там и Канада играет свою роль, и Японія играет свою роль, НАТО рассматривается вообще как за одни дворы большого этого всего альянса, в глобальном смысле, в планетарном смысле, потому что действительно уже планетарный такой альянс против Китая. То есть весь тихий океан полземного шара, там гипотетическое поле боя. И это же как бы не члены альянса, но они рассматриваются как попутчики. Поэтому я фактически уверен, что, конечно же, Украина рассматривается тоже в этих новых секретных документах НАТО, протоколах. И не только Украина, вот очень многие, даже тот же Израиль тоже там будет рассматриваться, хотя Израиль не член НАТО, это тоже внеблоковое государство, вот, но там точно не только, в том числе и ему найдется место где-то с катастрочкой. Да, вот по поводу Аукуса я вспомнил тоже новость, но это еще в марте было, там сообщалось о том, что официальный Пекин разгневан договором Аукуса о предоставлении Австралии атомных подлодок для защиты от Китая. Ну, то есть, короче говоря, чувствуют, что как эта петля затягивается, плюс мы помним, что в Японии открылся офис НАТО, ну, при том, что Япония вступать все-таки в Североатлантический альянс не собирается. Про Генри Киссинджера хотел вас спросить, да, помним, что это такая важная фигура из американского прошлого все-таки, да, человек, который отвечал за внешнюю политику очень долго, и вот он дал такое обширное интервью британскому журналу «Экономист», и там даже сам говорит, Слушайте, ну, наверное, все удивляются, как это я так переобулся в воздухе за несколько месяцев, но теперь он говорит, что он выступает за вступление Украины в НАТО, и там интересные обоснования. Он говорит так, что, ну, во-первых, там Россия больше не является конвенциональной угрозой, которой ее раньше считали, во-вторых, и вот это вот я хочу с вами обсудить, Мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она будет самой хорошо вооруженной страной с наименее опытным руководством в Европе, и для безопасности Европы лучше, чтобы Украина была в НАТО. А что имеется в виду наименее опытное руководство в Европе? Имеются в виду некие протоколы НАТО, которые должны быть введены по управлению вот этим всем вооружением? Киссинджер — это как вот такая вот хитрая лиса прошлого века, да, вот, прагматичный политик, профессиональный политик, вот, его у нас в Израиле не любят, заслуженно, как раз потому, что у него была очень всегда тоже антиизраильская политика, вот, он запрещал Израилу наносить перевентивные удары, максимально давил на Израиль всегда и так далее, и так далее. Киссинджер боится, что Украина станет сильной независимой, фактически она будет самостоятельным игроком, понимаете, такие вещи, как бы, он экс, и он, может, завтра умрет, он прекрасно понимает, поэтому говорит, что хочет. На Западе многие, так это думают, понимают, но то, что, как бы, у политиков на уме, у Киссинджера на языке. Насчет руководства Украины, конечно же, Украина — это часть бывшего, так называемого, второго мира, соцблока, но она не стала частью первого мира, как бы, она ее не приняли ни в Евросоюз, ни в НАТО, по показателям экономическим, коррупционным и другим всевозможным и так далее, тоже не находится в списках стран первого мира, так называемого, то есть для Киссинджера Украина страна третьего мира, ну, для него, в его парадигме. То есть для него Украина, парадон, это страна, как бы, вот, неразвитая, вот, и он считает, что украинцам нельзя доверять, и раньше он, конечно, против, зачем нам эта, как бы, бедная, неразвитая страна, а сейчас он говорит, ну, хорошо, если мы уже ее вооружили, и сейчас она стала такой силой, не дай бог, эта сила будет сама по себе существовать, без нашего пантронажа, как бы, вот, шандармов этой планеты, да, американцев, которые мы понимаем, определяем, вот, там, судьбы народов и так далее. Просто для украинцев, чтобы им не было обидно, то же самое, он думал про Израиль, ну, какие-то в песках, какие-то евреи, 3 миллиона, 2 миллиона, что-то там сделали, какие-то у них там странные кибуцы, они со своими, там, армиями, там, 2000 танков захватывают территории, то на Синае, то на голландских высотах, все это без нашего разрешения, все это без нашего контроля, не пойми, что куда, вдруг все вспыхнет, не дай бог, да. Киссинджер это такое вот чувство отца, мы все должны заправлять, мы все должны контролировать, все должны пищать по нашей указке, как бы, не дай бог, кто-то будет что-то делать без нашей указки, вот, вот и все. Поэтому он боится, что Украина станет независимым сильным игроком, и он предупреждает об этом, публично именно говорит. Это многие там боятся, просто они не озвучивают этого, а Киссинджер озвучивает, в силу того, что он никому ничего не обязан, и он уже старенький. Да, 99 лет, да, человеку, и да, до этого он, конечно, говорил о том, что нужно идти на уступки России, а теперь, видите, нужно, наверное, сдерживать Украину, которая сейчас станет слишком независимой, слишком сильной с вот этим западным вооружением, которое мы получаем. Мне нравится эта динамика, что вот Киев за три дня, от Киева за три дня до, давайте Украину возьмем в НАТО, чтобы она ни на кого не нападала. Да-да-да, ну, потому что дальше, ну, слушайте, действительно, есть же Беларусь, ну, короче говоря, есть на кого нападать, вот так скажем. Хорошо, есть еще одна новость, ну, она вообще-то выглядит политической, но я хочу обсудить ее с точки зрения военной, военной перспективы. Сообщается, да, что президент Зеленский сейчас прибыл в Саудовскую Аравию, там он примет участие в саммите Лиги Арабских Государств, и параллельно мы видим, что туда же, туда же в Саудовскую Аравию прибыл Башар Асад, да, это сирийский диктатор, собственно, человек, который отвечает за, ну, убийство тысяч, тысяч своих сограждан, один из немногих союзников России. Как вы считаете, ну, первый вопрос, который хочу задать, можем ли мы на что-то рассчитывать с точки зрения оружия у арабских стран? Ну, и второе, тот факт, что там Асад, ну, это же, наверное, говорит о том, что, вообще-то, арабские страны не собираются занимать антироссийскую позицию. Ну, арабские страны, это Лига Арабских Государств конкретно, там заборная солянка, вы там найдете страны, которые готовы с Украиной максимально торговать, если даже не занимать не пророссийскую позицию, то нейтральную, но такую, чтобы при этом помогать Украине, и найдете таких деятелей даже как Асад, то есть там это не какой-то вот блок с единой повесткой. Почему Зеленский поехал, понятно, у Украины еще до полномасштабного вторжения были связи с арабским миром и продажей оружия. Украина продавала оружие, продавала тоже и Садовская Аравия, продавала свои вооружения. В 2019 году, или в 2020, ну, вот, да, буквально, там, за год-два до полномасштабного вторжения была большая сделка, и Украина продала Садовской Аравии оружие. Но не только, кстати, и африканским странам продавали, и другим на Ближнем Востоке. Поэтому почему Зеленский поехал, неудивительно, вот, нужно эти связи укреплять, развивать, это рынки сбыта, Украина здесь правильно действует. Вот с Асадом, да, интересно, мне просто интересно, как они там будут обходить стороной друг друга по разным, там, как бы, углам зала, вот, потому что, ну, на минуточку, да, там, спонсор терроризма, да, вот, марионетка Кремля, он же лишил его ордена, который когда-то ему Украина подарила, там, давно еще, в нулевых, в начале нулевых, вот, Зеленский лишил его ордена, санкции были, вот, да, написаны. Всякие такие вещи против, ну, с Зеленским приняты против, как раз, там, Асада и сирийского режима. Вот, поэтому с Асадом посмотрим, увидим, вот, ну, почему поехал, вот, он туда, это абсолютно неудивительно, это ожидаемо. Я, как раз, наоборот, удивлен был, что чего только сейчас-то происходит, вот, учитывая эти связи и торговлю оружием, продажа оружия Украины и арабским странам. Ясно, слушайте, ну, вот, опять же, да, конечно, там еще важно то, что нам очень необходимо, необходимо для Украины, да, объяснять арабским странам, а по поводу чего эта война, потому что там все-таки остается такой традиционный сантимент еще с советских времен по отношению к России, которая как раз поддерживала очень много террористических режимов в арабских странах, ну, и мы так подозреваем, что продолжает это делать. Да, секундочку, маленький момент добавлю, здесь интересно, я обратил внимание уже, пророссийские арабы, их уже бомбит от этой новости, они говорят, что, во-первых, еврей туда едет, это, во-первых, что их возмущает, во-вторых, что это произраильский еврей, то есть он поддерживает Израиль в хороших отношениях с Израилем и так далее, и так далее, ну, и вообще то, что Украина с Израилем вот, больше вот в хороших отношениях, и они там более теплые становятся, чем, скажем, нейтральные или анти, вот, и их это возмущает, они все там писали уже, что это такой ход сионистов, это сионисты засылают в арабский мир, в Лигу арабских государств своего агента, еврея, который про сионистки, вот такая шиза, но это крупные каналы русскоязычные про арабские, вот, пишут. Да-да-да, понятно, конечно, ну, еврей, марионетка, кого там, запада и так далее, и вот сейчас он там все, в общем, всех завербует, непосредственно среди этой Лиги арабских государств. Напоследок, ну, комическая, понятна, новость, пропагандистка Маргарита Симоньян получила по почте Вибратор, сообщила о том, что это бандероль с следами взрывчатки из Гонконга, ей, что интересно, это все прислали, она прокомментировала, что ее жизнь становится все увлекательнее. Как вам кажется, вот этот момент того, чтобы держать российских пропагандистов в напряжении, ну, по поводу, конечно же, их жизни, их безопасности, а как он работает в пользу Украине? Потому что есть люди, которые говорят о том, что, ну, слушайте, ну, взорвали этого типа писателя, военного преступника Прилепина, а после этого Россия может говорить о том, что Украина страна-террорист. Вот тут больше плюсов или минусов, как вы считаете? Смотрите, просто эти люди вдважды подумают и будут думать, а ехать ли им на оккупированные территории Украины, снимать репортажи какие-то пропагандистские, да, замазаться у них. Сегодня такой или иной деятель решит поехать в оккупированный Мариуполь или Крым, снять какой-то очень большой и слезливый пропагандистский фильм, какими-то потемкинскими там съемками и так далее, где всяких своих этих там домов, деревень, каких-нибудь там кадров с актерами. А через полгода дела станут совсем плохо, ветра подуют в другую сторону, вот, какая-нибудь бело-синяя оппозиция в России придет в власти, их начнут всех там иллюстрировать, чистить, и такой опа, тут фильм как бы уже никак не отмашешься, вот ты как бы, вот она как на ладони. И потом, да, какие-нибудь вам посылочки, кому с вибратором, кому не с вибратором, как бы, да, кому со статуэткой, каждому свое, как говорится. Вот, поэтому просто еще раз, ну, будут дважды думать, когда там делать заявление вроде как топить, зажигать детей украинских, как один там у них этот Красовский говорил, да, или снимать фильмы ездить и так далее. Вот, нет, я думаю, это, конечно же, всегда так атмосфера страха, она работает, естественно, на Украину, это очень хорошо. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать нашу аудиторию, знамену звязку, Фигаль Левін, офіцер армії обороны Израилю, військовый аналитик, редактор военной рубрики журналу ФОК.